так друзья смотрите сейчас я вам постараюсь показать как выглядит ужин в гостинице crystal palace и какие же блюда подают на ужин в данной гостинице если получится постараюсь принципе все озвучивать по тем иным блюдам но если будет много людей то тогда естественно это все будет показано на видео а вы сможете это все увидеть просто своими глазами и так смотрите значит здесь у нас рыбка на гриле тут у нас индейка на гриле овощи на гриле курица на гриле тут у нас соусы и картофель при дальше здесь у нас макароны спагетти тут у нас соус смотрите здесь у нас вот такая вот рыба представлено дальше это у нас креветки котлеты с овощами тут у нас фасоль это у нас цыпленок а тут у нас морепродукты соте здесь у нас баклажаны это у нас лепешки так смотрите это у нас и рыба какая-то смотрите как это все выглядит дальше тут у нас индейка тандыр морепродукты соте морепродукты соте это у нас повторяется тут у нас картошечка так это у нас баклажаны это у нас рыбка так это какое-то блюдо из курицы сотей шпината так тут у нас пюре картофельное печеная телятина рис так смотрите тут у нас представлены различные салаты в общем все называть не буду смотрите я думаю должно быть все видно это кстати кольца кальмаров вот это у нас креветки а это у нас осьминоги еще какой-то салат с морепродуктами вот это все так тут выглядит в общем ребят я очень удивлен реально как бы так нормально морепродуктов тут у нас стол с различными сырами смотрите как это все выглядит так тут у нас еще в общем различные блюда из рыбы вот у нас кумбрия это у нас крабовые палочки так нарезаны вот еще какая-то рыбка еще рыба и еще рыба пойдем дальше так это у нас стол с овощами салатами в общем есть целые огурчики есть нарезанные огурцы помидоры перец лимон горячок капустой в общем смотрите своими глазами как это все выглядит здесь на ужине с этой стороны у нас смотрите есть оливки нескольких видов и остальные салаты соусы так показываю дальше вам сладкий стол тут очень много различных пирожен в том числе и пахлава естественно в общем все я думаю вам должно быть видно в этом видео с этой стороны вообще нереальные красоты пирожен и смотрите как это все выглядит в общем это мне все нравится друзья красиво все надеюсь и вкусно я думаю попробуем что-то но из этого мы попробуем и конечно же расскажу так тут еще один стол со сладостями тут у нас уже больше наверно так она представлена тортики смотрите просто потрясающе красивые тортики не знаю насколько они вкусные но очень красивые так ну и с этой стороны я вам показываю фруктовый стол смотрите есть бананы яблоки яблоки двух видов так это у нас клубничка алыча апельсины груши есть ну и вот красные яблоки друзья так друзья смотрите в общем только что поужинал я значит что могу сказать первое что я был очень удивлен наличием такого количества морепродуктов скорее всего я предполагаю что это все-таки был тематический ужин с морепродуктами вот но тем не менее я все равно реально как бы удивлен для гостиницы такого уровня в принципе это как бы сказать ну не знаю как это объяснить но реально это все-таки очень хороший показатель что бывают такие тематические ужины скорее всего это не каждый день повторяется раз там неделю либо ну как бы как устроено в гостинице я не знаю смотрите значит но тем не менее все-таки один раз мы застали мы кстати тут проживаем две ночи вот прошлый ужин мы пропустили можно сказать в общем мы пришли просто за пять минут до конца ужина и мы там быстренько себе набрали то что успели и дальше как бы перекусили там можно сказать тем что оставалось там в ресторане пока еще не убрали мы конечно же наелись все было вкусно но просто полноценное меню естественно я не увидел и полностью рассказать что было вчера не могу но то что увидел я сегодня то что я попробовал смотрите я попробовал большую рыбку она была вкусная сочная дальше значит попробовал салат из морепродуктов попробовал креветки одном и в одном виде и во втором виде попробовал салат из осьминогов собственно говоря как бы все было вкусно я не великий гурман вот поэтому я конечно передать там тонкости вкуса не могу я вам могу сказать было вкусно или невкусно в общем все что я попробовал еще раз повторяю было вкусно сладости тоже я попробовал схватка и сладкий стол тоже меня порадовал все было очень вкусно в общем друзья смотрите то что я вам показал надеюсь оно будет все видно в видео какое было меню у нас на ужин и оценивайте ужин данном ресторане не забывайте писать в комментариях ваши впечатления если вы отдыхали поделитесь пожалуйста с нами вашим мнением по поводу гостиницы crystal palace которая находится в регионе седэ пожалуйста расскажите в комментариях ваше впечатление от данной гостиницы но и непосредственно конечно же пропишите все плюсы и минусы гостиницы персонала питания потому что принципе я вам все уже как бы показал все что мог показать мы уже завтра утром уезжаем поэтому больше особо каких-либо интересных моментов я вам уже не расскажу в данном видео на горках мы не успели покататься потому что мы целый день естественно просматривали другие гостиницы и приезжали поздно когда уже горки переставали работать но это небольшой как бы такой минус лично для меня потому что я уже в своей жизни накатался на всех различных всевозможных горках поэтому главное что горки в данной гостинице есть и естественно гости которые отдыхают данной гостиницы могут покататься во время работы этих горок в любом случае хочу вам сказать пару слов по данной гостинице меня эта гостиница в принципе вполне всем порадовала значит по территории да возможно там бывают где-то какие-то там мелкие недочеты может быть где-то что-то уже стоит поменять может быть где-то есть там какой-то скол и тому подобное на мебели вот но в целом друзья меня гостиница данная порадовала абсолютно всем то есть и номер у нас был хороший принципе ну да там было какие-то нюансы такие не критические что ну вообще никаким образом я не знаю ну никаким своим состоянием они не влияют на качество отдыха тем не менее да в любом случае принципе большинстве гостиниц естественно присутствуют такие моменты но я имею ввиду в виде там каких-либо сколов на мебели либо там какого-то пятнышка на стене либо еще тому подобное где-то что-то треснутое где-то что-то где-то что-то имеет какой-то скол но еще раз повторяю друзья как бы это не инспекция как бы на оскар это инспекция для того чтобы вы понимали как бы всю атмосферу гостиницы и видели ее территорию видели значит то что имеет гостиница на своей территории какие услуги она предоставляет собственно говоря вот как можно развлечься во время отдыха в данной гостинице лично еще раз повторяю для меня гостиница очень интересно в плане отдыха потому что здесь есть абсолютно все есть более-менее алкоголь есть более менее как бы несколько горок есть нормальное питание потому что я вот и завтракал данной гостинице и поужинал данной гостинице не это все понравилось вот пляж вполне нормальный особенно если вы отдыхаете отдыхаете с детками это хороший пляж потому что он очень пологий здесь вы не будете беспокоиться за вашего ребенка и переживать чтобы там он резко не попал на глубину тут пляж очень пологий и это однозначно большой плюс единственное что вот это вот речка которая разделяет гостиницу с пляжем она имеет не очень эстетический вид но тем не менее как бы она никакого дискомфорта не создает во всяком случае для меня вы в любом случае конечно напишите пожалуйста в комментариях под этим видео по поводу данной речке но друзья она есть и с ней ничего не сделаешь то есть нужно понимать что она просто есть и никакого дискомфорта опять-таки вроде бы не создает не знаем по поводу там комаров и тому подобное но смотрите мы вечером были на территории гостиницы комаров ничего не было одну по крайней мере от речки вроде бы никаких дискомфорт ну по крайней мере от речки ничего вроде бы не летела вот да там есть лягушки в этой речке они квакают но их слышно принципе как бы только вечером и если просто подойти к этой речке так вот если находиться там в районе ресторана примеру либо там где проходит анимация то я лично ну как бы вроде бы не слышал кваканье лягушек на этом все друзья буду заканчивать данное видео прошу вас конечно же написать в комментариях ваше мнение по данной гостинице вот и ваши впечатления в данной гостинице если вы отдыхали на этом все друзья еще раз напоминаю подписывайтесь на наш канал psn travel чтобы быть в курсе всей полезной информации чтобы все ваши путешествия проходили только с положительными впечатлениями пока пока